всем привет ребята вы на канале и фоб и угадайте куда я сейчас иду правильный ответ на пироговское водохранилище но перед началом монашевого пути прошу вас подписаться на канал и поставить большой палец вверх а я начинаю как видите сзади меня несколько домов но их намного больше это комплекс афродита кстати тут очень низко летают самолеты если получится я сниму один что же мой путь начался и мы уже приближаемся к этому водохранилище остается считанные метры и вон она там уже виднеется остается немного путь был конечно недолгим но и не быстрым и вот совсем чуть-чуть остается то нашего водохранилище я только что увидел как летала оса со шмелем практически рядом и готовы наверное да кстати вот можно далеко идти глубина всего по колено слышите звук ну да это звук воды а вон плывет кайзер это было приближение сейчас треть как он далеко ну а сейчас давайте проверим воду какая же у нее температура а перед началом того как я проверить температуру воды давайте посмотрим на эти волны они кажутся небольшие но если встать на этот песок то некоторые волны могут достать ваши ноги то что вам я и говорил вон этот самолет то есть они очень низко летают вот водохранилище а вон там самолет то есть у представьте это очень низкая ну а теперь я наконец-то проверяю температуру воды вот кстати он начать ребят вот когда у вас отключают горячую воду под холодной водой вот такая примерно температура волны уже нормально такие пошли а теперь посмотрите какой я нашел камень здесь увидите то есть он такой разноцветный то есть черно-розово-оранжево-серые там оттенки присутствуют такой камень прикольный ну на наконец нормальные волны такие пошли и уже звук воды усиливается ну конечно это не так как на море но все равно это что то ну а теперь я хочу потрогать водоросли и показать их вам только мне надо немного подождать пока что-нибудь да и выплывет лежат булыжники я на один из них положил водоросли вот вот водоросли я их выловил на спустя 10 или 15 их очень долго ловил станет киск лески интересно что вот если их высушить наверное не будут такими склизкими а давайте попробуем порвать водоросли ну как выяснилось их очень просто порвать кстати я увидел булыжник на котором много много разломанных ракушек от улиток может быть их кто-то собрал и разом сломал все но навряд ли конечно тут маленькие ракушки и улиток них нет но все равно интересно я несколько минут походил по берегу и увидел вот эту обалденную ракушку здесь увидите ее кстати вот эти булыжники это я еще понимаю мог кто-то принести ну вот как вот это сюда попало я не понимаю это же чистая плита кстати вот еще водоросли плывут но те водоросли я палкой поддел а эти ну я наверно не буду доставать пусть воде получится кстати а вот еще один самолет ну то есть даже очень близко еще звук от турбин кстати прямо около водохранилища растет интересная ива наверное все видели иву но кто не видел вот я вам показываю смотрите как далеко зашел этот дядя вот берег а вон там он ну а самый прикол то что воды ему там по колено а плывет он брасом вот вот кстати вон еще такая небольшая яхта плывет но даже на таком небольшом водохранилище все равно есть бойки наверно вы их не видите но они сейчас ребят произошла такая нештатная ситуация я чуть не уронил мой телефон прямо в это водохранилище но увидели вот только что как он меня чуть с рук не слетел вон еще самолет кстати вот этот камень и ракушку я возьму к себе домой положу в полку кстати кому не видно это ракушка золотая а камень я уже говорю какого цвета ну и опять пошли такие волны может быть еще что-нибудь интересное выбросит нам ну и звук тоже такой уже божественный такой сильный а мои водоросли сушатся и прикол в том то что они немного намочили камень а сами они все равно склизкие остаются хватило минут десять или пятнадцать прошло а то и больше кстати вон все эти катера яхты и прочее сюда я не знаю но мы сейчас я похожу не схожу прям и кстати вон еще один самолет все самолеты вам показал тоже очень близко к земле а точнее к водохранилищу он летит прямо на водохранилище ну да я решил все таки пойти прямо туда вода такая холодненькая прям прям вода холодно не мега конечно холодно но нормальная ну и давайте я пройду дальше вода все холоднее холоднее может быть какой-нибудь очень крутой камень я не знаю я уже очень далеко ушел ну ну на море это было бы уже все идем дальше и пока песочек такой хороший я еще могу набрать его песочек ну и все назад дальше уже все не то что по колену а дальше я ходил в ту сторону а теперь давайте почему-то эту хотя чё рискать а то вдруг это буйки вот волна быстро сматываемся ребята посмотрите это уточки вот это уточки вот я а вот вот здесь еще самолет ну ладно уточки давай чайка смотрите это чайка просто вот чайка я тут а вот чайка просто это очень круто вот ну и все улетело давайте еще посмотрим прям вблизи попробуй быстренько вот быстро 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 к чайке вот чайка красавица мотает тут круги вот ну и все полиция чуть на меня не села давайте посмотрим на наши водоросли они все такие же склизкие будем ждать еще интересно тут есть рыбки вот просто интересно кстати вот чайка а там еще уточки песок немного сыпучий ну не то что сыпучий а как в некоторых мультиках прям вот проваливаешься пески прям затягивать ну это конечно же не супер легко выбраться маленьким детям это не очень легко будет они реально могут затянуть причем так нормально затянуть я еще немного походил от берега отошел и тут повстречал веточку ну это не ветка это водоросли то есть тут много водорослей вот видите это пятно это водоросли это водоросли посмотрите вот тут пятно такое ну тут конечно я хочу наступить как щекотно немножко прям да от берега отошел вот на такое расстояние все уже особо камни нету даже не могу держаться тут еще водоросли я хочу прям в них порезвиться какие они хорошие водоросли если конечно не верите что это водоросли я могу прямо показать то есть вот веточка небольшая но я конечно не буду губить водоросли пусть они себе растут а я пойду дальше до колен так сказать тут конечно да камни еще немножко есть пока волн нету можно зайти а вот дальше уже тут начнутся проблемки далеко уже переговой линии зашел просто лук воды такой приятный на море не было чтобы водохранилище кстати такая особенность там то есть около водоросли вода холоднее чем вот в этом месте я не знаю с чем это связано но как то вот так вот что я делаю я на водохранилище Настя ну и давайте посмотрим на водоросли спустя минут 30-40 они все такие же склизкие возможно водоросли сохраняют влагу в себе и только через день а то и два они наконец-то высохнут смотрите на этот булыжник точнее большой камень на него просто наросли водоросли ну и попробую взять и прям сюда поставить на эту плиту откуда взялась она я не знаю как я уже говорил вот посмотрите вот посмотрите вот еще самолет летит периодически я буду вам их показывать вон один а кстати вот еще водоросли водоросли немного окутали много сейчас их возьму какие они хорошие такие мягенькие смотрите я водяной я водяной поговорил бы кто со мной смотрите на эти водоросли выжимаем из них воду но они все равно такие склизкие кстати ребята кто не знает а как же пахнут водоросли они пахнут зелью точнее зеленью перемешаны с такой солью ну-ка еще раз немного как-то рыба с солью прям вот солью и зелень нормально такая зелень вот как пахнут настоящие водоросли прям вот из водохранилища я их еще раз намочу и сейчас понюхаю ну так же пахнут часа пять они пристают к моим ногам вот водоросли вот еще смотрите какие небольшие это наверное метр пятьдесят или просто метр как-то вот такая пахнут я не могу погрузить телефон под воду и показать вам какой песок там ну он такой как в пустыне знаете в мульчиках не то что нет ну я по крайней мере не вижу ну вот знаете такое чувство что они есть потому что водоросли пахнут рыбой прям вот рыбой такой вот прям вот очень очень соленой рыбой и мне кажется тут водится огромная рыба в прямом смысле где-то там на глубине мне кажется что должны быть огромные рыбы вода такая прозрачная прямо тут я вижу какой-то камень давайте его достану красивый камень смотрите а ну и давайте традиционный булик как всегда делают в таких водоемах ну что ж вы готовы наверно да тогда поехали вот мой камень слышите это чайк видели вот он примерно вот вот видели где такие потом круги расходятся ой пушок пушок летит я пушок поймал по шагу слушайте он не отстает похоже с пушком теперь буду жить третий опыт еще водоросли уже с листьями а кстати есть такая штука оп оп похоже тут рыба серьезно сейчас немножко подождите еще один самолет не дают мне сделать этот плюх как я его называю вот и эта штучка то есть не просто плюх а он замывает фонтаном если очень сильно стыдно я сейчас не буду то телефон намочу и он перестанет работать ну прям фонтан такой знаете фонтан и это чайк разговаривает кстати ну а теперь я наконец-то на берег а по пути посмотрю еще на один камень тоже красивый ну я положу его конечно же на берег может кто-нибудь кстати ребята кто не знает а как же пахнут водоросли они пахнут зелью точнее зеленью перемешаны с такой солью ну-ка еще раз немного как-то рыба с солью прям вот соль и зелень нормально такая зелень вот как пахнут настоящие водоросли прям вот из водохранилища я их еще раз намочу и сейчас понюхаю ну так же пахнут часа пять они пристают к моим ногам вот в водоросли вот еще смотрите какие небольшие это наверное метр пятьдесят или просто метр как-то вот такая или на этих водорослей что я принципе просто с меня вообще вот они пусть дальше пловут что не могу погрузить телефон под воду и показать вам какой песок там ну он такой как в пустыне знаете в мульчиках там он такой волнистый ну как волну вот эти вот и песок такой же волнистый кстати рыб тут нет не то что ну я по крайней мере не вижу ну вот знаете такое у меня чувство что они есть потому что водоросли пахнут рыбой прям вот рыбой такой вот прям вот очень и очень соленой рыбой и мне кажется тут водится огромный в прямом смысле где-то там на глубине мне кажется что должны быть огромные рыбой ищу водоросли уже с листьями еще один самолет не да не дают мне сделать этот плюх как я его называю вот эти вот и эта штучка то есть не просто плюх а он замывает фонтаном если очень сильно стыдно я щас не буду то телефон намочу и он перестанет работать ну прям фонтан такой знаете фонтан и это чайк разговаривать кстати прошло еще много времени водоросли потихоньку начинают высыхать но все равно они такие же сквистки кстати смотрите каких-то прикольных камней нашел это все красивые камни которые я нашел они такие красивые прям вот эти камни сейчас я их выберу мальчиками прошло еще очень много времени водоросли сквистки ну они высохли какие они стали такие же ну не мокрые на них соль похоже похоже на крупинки соли эти такие шарики маленькие вот в общем эти водоросли высохли вот смотрите это красный муравей воду честно кстати чайка до сих пор там сидит ну он конечно я показывал буквально секунд десять или двадцать назад но уже прошло минут сорок или пятьдесят а он все там сидит кстати вот тут камушки такие маленькие как вы видите а вот там уже начинается камушки побольше смотрите просто беру вот два огромных ну не супер огромных но камня больших давайте вкинем точно такая вот идейка возникла а давайте кинем много камней прямо сюда посмотрим на брызги ну брызги незначительные я решил забрать немножко водоросли домой отыскал немного водоросли вот конечно же намочу намочу и вот тоже здесь длиннющие водоросли ну все я иду домой а водохранилища осталось где-то сзади ну всё сколько м ну ну сейчас мы